Эти неопознанные летательные объекты имеют вид не просто шаров или светящихся каких-то туманных областей, а довольно четкий техногенный вид. Американцев всегда интересовало техномагическое наследие Германии. В этом никакого сомнения быть не может. И вдруг происходит нечто необъяснимое. Экспедиция, рассчитанная на полгода, уже через два месяца спешно сворачивается и покидает берега Антарктиды. Это настоящее бегство. Реальные факты, достоверные свидетельства, сенсационные версии в фильме «Третий рейх. Операция НЛО». Часть первая. База. Начало 1947 года. Очередная экспедиция легендарного американского полярника Ричарда Берда подошла к берегам Антарктиды. Очень странная экспедиция. В отличие от первых трех, она полностью финансируется военно-морскими силами США и имеет военное название «Операция «Хайджамп»» – «Высокий прыжок». Подчинение адмирала Берда – мощная военно-морская группировка, авианосец, 12 надводных кораблей, подводная лодка, более двух десятков самолетов и вертолетов, около пяти тысяч человек персонала. Согласитесь, странный состав для научной экспедиции. 2 декабря 1946 года перед выходом эскадры в антарктический поход адмирал Берт на встрече с прессой заметил – «Моя экспедиция имеет военный характер». О подробностях он не сказал ни слова. В конце января 1947 года началась авиаразведка антарктического континента в районе земли Королевы Мод. Все идет по плану. За первой неделе сделаны десятки тысяч аэрофотоснимков. И вдруг происходит нечто загадочное. Экспедиция, рассчитанная на полгода, уже через два месяца спешно сворачивается и покидает берега Антарктиды. Это настоящее бегство. Потерян эсминец, почти половина палубной авиации, десятки матросов и офицеров. Членом Чрезвычайной Следственной Комиссии Конгресса США адмирал Берт заявил буквально следующее. В случае новой войны Америка может подвергнуться атаке врага, обладающего способностью летать с одного полюса на другой с невероятной скоростью. Кто поверт в бегство американскую эскадру? За полтора года до экспедиции адмирала Берда, летом 1945-го в аргентинский порт Мардель-Плата вошли и сдались властям две немецкие подводные лодки. Необычные лодки. Лодки из состава так называемого конвоя фюрера. Это сверхсекретное соединение выполняло задачи, подробности которых до сих пор остаются в глубокой тайне. Экипажи подлодок показания давали неохотно. И все-таки американцам удалось кое-что узнать. Так командир У-530 рассказал о своем участии в операции под кодовым названием «Валькирия-2». За три недели до конца войны подводная лодка У-530 вышла из Килля и взяла курс на Антарктиду. На борту подводной лодки находились пассажиры, лица которых были закрыты повязками, а также реликвии Третьего рейха. Командир другой лодки У-977 Хайнц Шефер показал, что немного позднее повторил этот же маршрут. Выяснилось также, что немецкие подлодки неоднократно ходили в Антарктиду. Но почему именно туда? Антарктида. В 1820 году ее открыли русские мореплаватели Беллинсгаузен и Лазарев. С тех пор этот загадочный континент по площади, превышающей Европу, как магнитом притягивает к себе исследователей. Однако отвесные, высотой в десятки метров, ледяные берега долгое время делают материк неприступным. Еще целое столетие об Антарктиде почти ничего не известно. На карты нанесены лишь береговые линии. И вдруг к далекому и бесполезному ледяному континенту проявляет непонятный интерес Германия. На изучение Антарктиды выделены огромные средства. В конце 30-х годов организованы две научно-исследовательские экспедиции. И это перед войной готовые разродиться со дня на день. С января 1939 года два самолета, Пассат и Борей, которые с помощью катапульт взлетают с борта Швабии, начинают разведку земли Королевы Мот. За три недели летчики Люфтваффе с помощью металлических вымпелов со знаком свастики застолбили за Третьим Рейхом территорию величиной с Германию. Она получила название Новая Швабия. В апреле 1939 года командир экспедиции, опытный полярный капитан Альфред Ритшер, рапортует. Я выполнил миссию, возложенную на меня маршалом Герингом. Впервые германские самолеты пролетели над Антарктическим континентом. Каждые 25 километров наши самолеты сбрасывали вымпелы. Мы покрыли зону приблизительно в 600 тысяч квадратных километров. Из них 350 тысяч были сфотографированы. Воздушные асы Геринга сделали свое дело. Загадочную эстафету принимают морские волки фюрера подводных лодок адмирала Карла Денеца. За три девять земель к берегам ледяной Антарктиды скрытно направляются немецкие субмарины. А через некоторое время Денец роняет странную фразу. Мои подводники обнаружили настоящий земной рай. В 1943 году, в разгар войны с Россией, Гросс-адмирал Денец произносит еще одну не менее загадочную фразу. Подводный флот Германии может гордиться, что на другом конце света он создал неприступную крепость для фюрера. Тогда главнокомандующего военно-морским флотом Германии понимал очень узкий круг лиц. Сегодня мы можем предположить, что имел в виду Гросс-адмирал. Не так давно в Антарктиде под километровым слоем льда обнаружены огромные озера. Температура воды в них плюс 18 градусов. Над поверхностью воды находятся куполообразные своды, заполненные теплым воздухом. Не исключено, что из этих озер, постоянно подогреваемых снизу, в океан вытекают настоящие реки теплой воды. За тысячи лет они могли создать подо льдом и под землей огромные туннели, вполне пригодные для устройства тайных баз. Со стороны океана, поднырнув под прибрежными льдами, туда может спокойно зайти любая подводная лодка. Вот вам и готовая база. Без штормов и полярных холодов. Абсолютно скрытая от постороннего глаза. Вне досягаемости для любого противника. Если бы немцы решили разместить какие-то секретные базы создать, или секретные зоны, которые имели статус экстратериальности, то полярные зоны, в том числе Антарктида, была совершенно естественным районом нахождения подобного рода баз или анклавов. Судя по обнаруженным документам и воспоминаниям участников событий, нацисты на самом деле создавали в Антарктиде сверхсекретную базу. Она носила кодовое название «База-211». Уже с начала 1939 года между Антарктидой и Германией начинаются регулярные рейсы специально переоборудованного исследовательского судна «Швабия». На землю королевы мод перевозится горнопроходческое оборудование и другая техника, в том числе рельсовые дороги, вагонетки и огромные фрезы для проходки тоннелей. Туда же прибывают ученые, инженеры, высококвалифицированные рабочие. Для чего Германии была нужна столь удаленная база? Предположения высказываются разные. Одни полагают, что с ее помощью немцы хотели контролировать южные моря. Другие считают, что в Германию привлекали полезные ископаемые Антарктиды, особенно уран, без которого невозможно создание сверхоружия. А кто-то утверждает, что на случай проигрыша в войне в Антарктиде готовилось убежище для элиты Третьего Рейха. И что якобы уже с 1942 года в новую «Швабию» началась переброска ее будущих жителей, не только ученых и специалистов, но и представителей нацистской партии и государства. И что туда же из Германии переносятся некие секретные производства. После войны американцы, активно вербовавшие немецких ученых для работы в Соединенных Штатах, с удивлением обнаружили, что тысячи высококвалифицированных специалистов Третьего Рейха бесследно исчезли. Исчезло и более сотни подводных лодок. Среди погибших они не числились. Возможно, американская разведка действительно располагала какими-то сведениями о том, что часть какого-то наследия, технического потенциала, ученые, действительно была вывезена из Германии. И естественно, что антарктические полярные зоны оказывались в поле зрения и внимания. А тут еще показания немецких подводников, сдавшихся аргентинским властям. По всей видимости, все это чрезвычайно встревожило американцев. И в конце 1946 года знаменитый полярник и одновременно адмирал американских военно-морских сил Ричард Бёрд получает приказ уничтожить нацистскую базу в Антарктиде. Но не тут-то было. Отпор, который получила американская эскадра, до сих пор вызывает массу вопросов. Дело в том, что в Вашингтоне адмирал Бёрд докладывал не просто об истребителях с немыслимыми возможностями. Он говорил о нападении на экспедицию странных летающих тарелок, которые выныривали из-под воды и, двигаясь с огромной скоростью, нанесли экспедиции значительный урон. Вот как описывает этот бой, который произошел 26 февраля 1947 года, другой его очевидец. Участник экспедиции, опытный военный летчик Джон Сайрсон. Они выскакивали из-под воды, как угорелые, и проскальзывали буквально между мачтами кораблей с такой скоростью, что потоками возмущенного воздуха рвало радиоантенны. Несколько корсаров успели взлететь с Касабланки. Я не успел и глазом моргнуть, как два из них, сраженные какими-то неведомыми лучами, брызнувшими из носовых частей этих летающих тарелок, зарылись в воду возле кораблей. Я в это время находился на палубе Касабланки. Я ничего не понимал. Эти предметы не издавали ни единого звука. Они безмолвно носились между кораблями и беспрерывно плевались убийственным огнем. Внезапно эсминец Мердок, находившийся от нас в десяти кабельтовых, полыхнул ярким пламенем и стал тонуть. С других кораблей, несмотря на опасность, немедленно были посланы к месту катастрофы спасательные шлюпки и катера. Весь кошмар продолжался около 20 минут. Когда летающие тарелки снова нырнули под воду, мы стали подсчитывать потери. Они были ужасающими. Кто был хозяином этих тарелок? Неужели нацистская Германия? В послевоенные годы в секретных нацистских архивах были обнаружены интригующие фотографии и чертежи. Они недвусмысленно свидетельствуют, что немецкие ученые действительно занимались разработкой дискообразных летательных аппаратов. Ничего подобного в мире тогда не было. Как удалось нацистским ученым и инженерам совершить такой технологический рывок? Общество Анненербе. Самая загадочная организация Третьего Рейха. За ее тайнами до сих пор охотятся спецслужбы ведущих держав. И не мудрено. Это единственная известная в истории структура, которая занималась исследованием магии и мистики при официальной поддержке и финансировании государства. Ни одна организация не имела в своем распоряжении такого количества информации и не оказала такого влияния на развитие магических технологий, как Анненербе. Инициаторами создания Анненербе были высшие чины Рейха. Исследование оккультистских знаний и паранормальных явлений в Анненербе пошло еще и с благословения Рейхсу РСС Гиммлера, который действовал, естественно, не только по собственной инициативе, но и в русле указаний Адольфа Гитлера. Официально это общество было создано в 1935 году и предназначалось для изучения исторических корней немецкой нации. Анненербе так и переводится – «наследие предков». Однако область интересов этого общества была намного шире, чем простое изучение древнегерманской истории. Руководители Третьего Рейха понимали, что за счет численности армии выиграть будущие войны им не удастся. Поэтому в ход пошла концепция так называемого качественного превосходства, которая подразумевала, что можно будет выиграть меньшими силами по количеству, но более высокими силами по качеству. Именно для обеспечения так называемого качественного превосходства анненербе и привлекло своих специалистов по оккультным знаниям, по нетрадиционным, по паранормальным знаниям, чтобы добиться прорыва в тех областях, где их противники были некомпетентны. Идеология нацизма основывалась на том, что некогда на Земле существовала мощная цивилизация, которой были доступны чуть ли не все тайны мироздания. И где-то, зашифрованные и разбросанные, эти высшие знания сохранились. Именно они должны способствовать возрождению сверхчеловеков в Германии, потомка древних ариев. Особенно интересовала Атлантида, которую нацистские ученые считали прародиной арийской расы. Именно Германии по праву должны принадлежать технологические знания атлантов, которые по легенде умели строить огромные морские суда и воздушные корабли, движимые неведомой силой. Искать тайные знания, искать знания по истории цивилизации, по истокам цивилизации, как германской, индо-германской, так и вообще любой цивилизации мировой, Анненербе начало сразу, еще до войны. Без сомнения, сотрудникам Анненербе была известна удивительная карта, обнаруженная историками в 1929 году. Карта эта создана в начале 16 века прославленным турецким адмиралом Пирирейсом. Поражает то, что на ней подробнейшим образом нанесен северный берег Антарктиды. И это за 300 лет до официального открытия этого континента. В заметках на карте адмирал сообщает, что он составил ее по многочисленным источникам, некоторым из которых было не менее 3000 лет. Но самое загадочное в другом. Береговая линия Антарктиды изображена без ледяного покрова. Эта карта будоражит воображение и сегодня. Вот вердикт специалистов военно-воздушных сил США. Береговая линия была нанесена на карту до того, как была покрыта льдом. Лед на этой территории имеет толщину приблизительно полтора километра. У нас нет догадок, каким образом эти данные могли быть получены в 1513 году. Международные экспедиции, проверявшие карту перерейса, пришли к выводу, она точнее карт, составленных в 20 веке. А сейсмическая разведка подтвердила то, о чем до последнего времени не догадывались. Некоторые горы, которые считались частью единого массива, оказались на самом деле островами, как это и было указано на старой карте. Можно представить, какое впечатление в 30-е годы произвела карта перерейса на приверженцев арийской теории. Прежде всего, она вселяла надежду в поисках техномагического наследия Атлантов. Ведь по одной из гипотез, Антарктида – это бывшая Атлантида, оказавшаяся подо льдом в результате смещения полюсов. Раз существуют подобные карты, то где-то могут сохраняться и другие тайные знания. Где? В секретной экспедиции Анненербе ищут древние реликвии и старинные манускрипты по всему миру. От Тибета до Южной Америки. Особо охотятся за архивами рыцарского ордена тамплиеров, которые по ряду признаков побывали в Америке задолго до Колумба. Судя по всему, тамплиеры владели секретными манусками, подобными карте перерейса. А значит, могли знать нечто важное и об Антарктиде. На оккупированных территориях специальные зондеркоманды СС изымают коллекции и библиотеки. Анненербе конфисковывала библиотеки теологических факультетов, библиотеки различных тайных обществ, как только их могла обнаружить. Анненербе собрало огромную библиотеку. Есть указание, один из библиотекарей, бывший библиотекарь Познанской библиотеки, был свидетелем, что в марте 45-го года, когда уже подходили советские войска, уже были на территории Германии, Анненербе проводила упаковку своей библиотеки, в библиотеке 140 тысяч томов. Каталог этой библиотеки, наверное, был бы очень интересен. Не исключено, что в Анненербе узнали об Антарктиде нечто такое, что сделало ее одной из главных целей нацистского руководства. По большому счету эсэсовцы искали особые знания. Ту самую чашу Грааля, которая вместе со священным копьем открывает путь к мировому господству. Эту легенду Гитлер услышал еще до Первой мировой войны. Копьем судьбы, до того хранившимся в Венском музее, Гитлер завладел в 1938 году, после присоединения Австрии. Для власти над миром ему не хватало чаши Грааля. Соединить легендарное копье, символ активного мужского начала, символ научного познания мира, и чашу, символ женского, сохраняющего начало, символ накопленного опыта. Вот сверхидея, которая занимает правящую верхушку Рейха. Соединить новейшие достижения науки с многовековым опытом человечества, даже если он не всегда поддается рациональному объяснению. Красивая и продуктивная идея. Если бы не цель, которую ставят перед собой нацисты, безраздельно властвовать над миром, подчинить его избранной расе, в том числе с помощью магических знаний и технологий. Для научных изысканий в Анненербе привлечены лучшие кадры. Часто это ученые с мировым именем. Сотни сотрудников, более чем из 50 институтов и отделов Анненербе, занимаются математикой и астрономией, генетикой и медициной, магией и лазоискательством. Разрабатывают нетрадиционные виды оружия, методы психологического и психотропного воздействия на массы. Они углубляются в оккультные науки, религиозно-мистические практики, изучают паранормальные способности людей. В Анненербе этим занимались достаточно серьезно. Об этом говорит хотя бы тот факт, что по указанию руководства Анненербе и по указанию Гиммлера, перед войной, то есть еще в 1938-1939 годах, были проведены исследования по поводу паранормальных способностей сотрудников Анненербе. И было, так сказать, в личных делах помечено, кто обладает там какими-то теми или иными паранормальными способностями. А вот уже во время войны эти сотрудники, которые обладали паранормальными способностями, были сведены в один из отделов Анненербе. К сожалению, никаких данных о том, чем занимался этот отдел, и главное, каких он достиг результатов, нет. Одна из главных задач, которую ставят перед собой специалисты Анненербе, это использование паранормальных способностей для выхода на контакт с некими высшими неизвестными, или, как их называли, умами внешними. Цель – получение от высокоразвитых инопланетных и древних земных цивилизаций суперзнаний технологического характера. Опыт такой был. Часть третья. Диски. Декабрь 1919 года. Члены тайного общества Тулли, предшественника Анненербе, собираются в предгорье Хальп, в доме Лесничего, вблизи Бергтесгадена. Среди избранных два опытных медиума – контактера, как мы назвали бы их сегодня. Один из них скрывается под мистическим именем Зигрум. Другой – Мария Орзич из Загреба. Она рассказывает странные вещи. В состоянии транса она получила от цивилизации созвездия Тельца удивительную техническую информацию. Сообщение никого не шокирует. Более того, вызывает огромный интерес. Ведь речь идет о конструкции необычного летательного аппарата, который, к тому же, позволяет изменять вокруг себя ход времени. А это шаг к мечте тайного общества. Машине времени, которая позволит проникать вглубь истории и получать знания древних высоких цивилизаций. Перед нами рисунок летательного аппарата потустороннего мира с подписью известного немецкого ученого и изобретателя Виктора Шаубергера. Полученные знания передаются ведущим ученым для перевода на понятный конструктором инженерный язык. К 1922 году построена первая модель. Аппарат имеет три параллельно расположенных диска. При работе нижний и верхний диск вращаются в противоположном направлении, создавая очень сильное поле и эффект антигравитации. Если верить свидетельствам, эта конструкция не только парила в воздухе, но и изменяла вокруг себя структуру времени. Есть мнение, что именно этот технологический аппарат стал прообразом будущих летательных дисков на неклассических принципах полета. Разработкой этих супердисков занялись специальные технологические подразделения СС, связанные с АнНРБ. Две основные идеи доминировали сознание высшего руководства нацистской Германии. Первая – это идея создания сверхчеловека. Второй очень важный аспект – это овладение техномагическими энергиями. Сюда следует отнести не только возможности овладения ядерной энергией, но, безусловно, и аппаратами, дискообразными летающими аппаратами, то есть создание принципиально новой виды летательной техники. Поиск идей идет во всех направлениях. В них участвуют не только медиумы и инженеры, но и историки. Еще до войны из экспедиции АнНРБ в Германию доставлены сотни старинных пергаментов на санскрите, древнекитайском, других восточных языках. Они подвергнуты самому тщательному изучению. Вернер фон Браун, создатель первых самолетов-ракетов в будущем и космической технике, впоследствии отмолвится. Мы многое подчеркнули для себя в этих бумагах. Результаты экспедиций докладываются лично Гитлеру. Некоторые из них настолько вдохновляют вождя Третьего Рейха, что мысли о сверхоружии и межзвездных полетах не покидают его до конца войны. Конструкторы стараются. Но знать принцип вращения супердисков и создания антигравитации мало. Нужны двигатели, а их нет. Технология безнадежно отстает от перспективных идей. В июле 1934 года Гитлер и верхушка тайных обществ Тулли и Врил приглашают для сотрудничества изобретателя Виктора Шаубергера. Его легендарный взрывной двигатель способен вырабатывать свет, тепло и приводить в движение механизмы, используя лишь воздух и воду. От изобретателя требуется одно. Создать двигатель специально для летающих дисков. Согласие получено. И через пять лет, в 1939 году, в воздух поднимается опытный образец диска Врил с двигателем Шаубергера. Сохранилась редкая фотография испытательного полета этого диска с зимней маскировочной раскраской. И все-таки дело с техномагическими дисками продвигается медленно. Ни опыта, ни специалистов в этой области нет. Приходится принимать неординарные решения. К разработке супердисков подключено Зондербюро-13. Это специальное научно-исследовательское подразделение СС занимается довольно пикантной тематикой – изучением неопознанных летающих объектов. То ли сказалось это обстоятельство, то ли привлечение к разработке лучших ученых и летчиков-испытателей, но дело сдвинулось. Все крайне засекречено. Я говорил с Германом Обертом, это немецкий профессор, аналог нашего Циолковского. Это учитель Вернера фон Браунда, создателя оружия возмездия немецкого Фау-2, вот этой первой большой ракеты. Мне Оберт был нужен для того, чтобы спросить про эти, вот как раз летающие тарелки. Слышал, говорит, знаю. Но там СС нас так, говорит, контролировало, что мы не могли узнать, что делают наши смежники, соседи и так далее. В конце 1942-го в воздух поднимается легко вооруженный летающий диск Врил-1 Ягер диаметром 11,5 метров. Утверждают, что до конца войны было изготовлено 17 таких аппаратов. Но относиться к подобным заявлениям надо крайне осторожно. Я думаю, что в серии ничего не было. Были единичные экземпляры. Такие аппараты, по-видимому, по-видимому, немцы хотели использовать как наблюдательные средства. Когда вы на него смотрите со стороны, вы его практически не видите. Генералы, которые участвовали в Курской битве, двое героев Советского Союза, один летчик, другой танкист, они рассказывали, что что-то такое видели. Какой-то диск висел во время Курского сражения. И что такое, они, конечно, никто не знали. Немцы, или это наши, они тоже не знали. Но вот, по-видимому, а у нас таких вещей не было сделано. Это я точно знаю, потому что нашу историю авиации хорошо знают. Среди обнаруженных чертежей и фотографий летающих дисков выделяется серия Хонебу. Сведения о кораблях похожи на фантастику. Судя по описаниям, в них должен быть использован альтернативный источник энергии. Так называемый конвертер Ганса-Колера, не требующий привычного топлива. А диск Хонебу-3 планировали даже выводить в космос. Невероятно. Как знать. Вот одна из трофейных фотографий. Необычный скафандр пилота наводит на мысль, что полеты планировалось проводить, если не в космосе, то как минимум в стратосфере. В трофейных архивах обнаружен еще один загадочный документ. Это схема огромного, длиной в 139 метров, сигарообразного корабля Андромеда с ангарами для пяти летающих дисков типа Хонебу-2 и Врил. Для чего понадобилась такая разработка? Кто-то полагает, что для долговременных космических полетов. Есть еще и другое, более простое объяснение. Это проект подводного контейнера.